Онкология Этот диагноз многие воспринимают как приговор. По официальной статистике, онкологические заболевания занимают второе место по уровню смертности после болезни системы кровообращения. Сейчас делается все, чтобы диагностировать рак на ранних стадиях, потому что именно в первой и второй стадии рак наиболее часто поддается лечению, и результаты этого лечения вполне удовлетворительны. Современные достижения медицины позволяют продлить жизнь онкобольных благодаря эффективным методам лечения. Главное – вовремя выявить наличие в организме разрушительных клеток-мутантов с измененной структурой ДНК. Для этого каждый человек обязан проявлять онкологическую настороженность по отношению к самому себе. Принципы онкологической настороженности как раз и заключаются в том, чтобы при подозрении на какое-то нетипичное течение патологии, прежде всего, исключать онкологическое заболевание. Если человек чувствует что-то не то в своем организме, если это могут быть длительно неразжевающие язвы, это нарушение в упражнении мочевого пузыря или кишечника, это бородавки какие-то, это может быть осиплость голоса, длительно непроходящий кашель. Не стоит тянуть, пациент имеет не больше двух недель для того, чтобы эти вопросы решить со специалистом. Лучше, конечно, если это будет специалист-онколог. Научно установлено, что на возникновение злокачественных опухолей может влиять образ жизни человека. Частые стрессы ослабляют иммунитет. Вредные привычки, в особенности курение и алкоголь, значительно повышают риск онкозаболеваний. В настоящее время медицина обладает реальными возможностями профилактики рака. Для этого необходимо следовать самым простым правилам. Своевременно обращаться к врачу по поводу любых заболеваний. Проходить профилактические осмотры. Женщинам раз в год посещать гинеколога, с 40 лет раз в два года проходить маммографическое исследование. Мужчинам после 40 ежегодно проводить клиническое обследование предстательной железы. Питаться полноценной полезной пищей, богатой витаминами. Включить в рацион продукты, способствующие укреплению иммунитета. Поддерживать нормальный вес. Заниматься физическими упражнениями. Избегать стрессовых ситуаций. Избавиться от вредных привычек, не курить, не злоупотреблять алкоголем. Люди должны быть ответственны за свою жизнь, за свое здоровье. И введение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек. Это основа в тех больших программах, которые осуществляются в целях борьбы с онкологической патологией. Редактор субтитров А.Семкин